Всем привет! Вы на канале Девайсы и сегодня я расскажу о самых ожидаемых процессорах, видеокартах и материнских платах, которые вероятно будут анонсированы, формально выйдут или реально появятся на прилавках магазинов в июне 2021 года. Часть озвученной информации получена из неофициальных источников, например от инсайдеров, из слухов или благодаря сливам. Так что за полную достоверность всего сказанного я ручаться не могу, но в чем уверен, так это в том, что будет интересно. Так что смотрите ролик до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Поехали! Игровой графический ускоритель топ-сегмента NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – одна из самых ожидаемых новинок лета. По своим характеристикам он мало отличается от ультимативного флагмана RTX 3090. Сравните сами, 10240 кода против 10496, 320 текстурных блоков против 328, одинаковое число ROP, 80 блоков трассировки лучей против 82. Да, чуть ниже частоты и значительно меньше видеопамяти, 12 гигабайт, а не 24, как у 3090. Но 24 гига могут пригодиться разве что в специфических рабочих задачах. Ни одна игра даже на ультра-настройках в 4К разрешении и близко столько не требует. Важно, что у RTX 3080 Ti будет аппаратная и программная защита от майнинга, но насколько она будет эффективна и распространится только на эфириум или на другие криптовалюты, пока предсказать достаточно сложно. Что же касается рекомендованной стоимости новинки, инсайдеры говорят как минимум о 1199 долларах США. Реальная же цена практически наверняка будет в 1,5-3 раза выше. Во сколько именно раз, зависит собственно от реализации уже упомянутой защиты от майнинга. Но даже если она будет близка к идеалу, во что поверить достаточно сложно, на рынке наблюдается слишком большое превышение спроса над предложением, в том числе и со стороны геймеров, а не майнеров, так что многочисленные перекупщики наверняка попытаются в очередной раз навариться. Анонс новинки ожидается 31 мая, а старт продаж 3 июня. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором регулярно появляются интересные сборки, топы, рейтинги, обзоры, сравнения и подборки, а также эксклюзивный контент для подписчиков. Ссылка будет в описании, переходите и подписывайтесь. А вот предварительные характеристики GeForce RTX 3070 Ti не так уж сильно отличаются от характеристик обычной 3070. Бросается в глаза разве что замена GDDR6 памяти на более скоростную GDDR6X. Карточка будет, конечно, производительнее базовой версии, но отставание от RTX 3080 останется весьма серьезным. Как и старшая модель, RTX 3070 Ti будет обладать аппаратной и программной защитой от майнинга. Что же касается ее рекомендованной цены, заслуживающей доверия информации от инсайдеров пока нет, но если руководствоваться логикой, вероятны два варианта. Или такая же стоимость, как у RTX 3070, или на 50-100, в крайнем случае 200 долларов дороже из-за рыночной ситуации. Хотя если Nvidia поднимет цену сразу на 200 единиц американской валюты, возмущения со стороны геймеров избежать никак не удастся. Текущий дефицит и завышение цен наверняка распространится и на RTX 3070 Ti, так что если вам удастся урвать ее на старте продаж у официальных партнеров Nvidia по цене близкой к рекомендованной, вам сильно повезет. Графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 3060 Lite Hash Rate с программно-аппаратным ограничителем майнинга уже начинает поступать на полки магазинов. Так, в Южной Корее можно приобрести модель Galaxy GeForce RTX 3060 LHR по цене примерно в 966 долларов США. К сожалению, ограничитель распространяется только на Ethereum, урезая производительность во время его добычи в два раза. При этом в играх обновленная 3060 ничем не отличается от базовой версии без защиты от майнинга. Ожидается поступление на рынок из старших моделей с ограничителем RTX 3060 Ti, 3070 и 3080. По имеющейся на данный момент информации, единственной моделью, которая его не получит, останется флагманская RTX 3090. В рамках выставки Computex 2021 1 июня состоится презентация, на которой AMD расскажет о ряде своих продуктов, в том числе, вероятно, о графических ускорителях для ноутбуков AMD Radeon RX 6000M, базирующихся на архитектуре RDNA 2-го поколения. Информации о новинках пока крайне мало, предполагается лишь, что на старте красные представят три или четыре мобильные видеокарты, начав с Radeon RX 6800M, RX 6700M и RX 6600M. 6600, если верить слухам, будет обладать 8 гигабайтами видеопамяти, ограничиться ли таким же объемом RX 6800M и RX 6700M пока не ясно, но если исходить из той логики, которую AMD применяла при разработке десктопных карточек, как минимум флагман должен комплектоваться 16 гигабайтами. Компания Intel официально анонсировала выход высокопроизводительных процессоров для ноутбуков Tiger Lake Edge. Новинки обладают ядерными формулами 8х16 и 6х12, а топовый Core i9-11980HK выделяется на фоне остальных еще и возможностью ручного разгона. Хотя за это и придется заплатить повышенным энергопотреблением и тепловыделением. В новинках используется современная микроархитектура Willow Cove с заметно выросшим числом исполняемых за такт инструкций, а производятся они по 10-нанометровому техпроцессу. Характеристики шести восьмиядерных решений Intel Tiger Lake Edge позволяют рассчитывать на высокую производительность как в играх, так и в рабочих задачах. Интегрированное графическое ядро Intel XE в новых процах обладает только 32 исполнительными блоками, поэтому компания относит его к классу UHD Graphics, а не Iris XE. Зато появилась поддержка 20-линий PCI-Express 4-й версии. Помимо рассмотренных моделей были представлены три модифицированных процессора для бизнес-сценариев использования и два Xeon A с поддержкой памяти с коррекцией ошибок. Все больше информации появляется о материнских платах на чипсете AMD X570S, отличающемся от обычного X570 отсутствием необходимости в активном охлаждении. Одним из главных недостатков флагманского набора системной логики AMD многие компьютерщики и эксперты называли маленький чипсетный вентилятор, являющийся дополнительной точкой отказа. Если он вдруг выйдет из строя, найти такой же будет довольно проблематично, и есть вероятность, что придется что-то колхозить. Впервые сведения о X570 Silent появились еще в начале апреля и в дальнейшем нашли множество подтверждений благодаря Gigabyte MSI и Asus. Ждем официальных анонсов, судя по всему они будут скоро. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и кликните по колокольчику, этим вы очень поможете развитию канала Девайс. Оставайтесь с нами, скоро выходят новые топы, рейтинги, обзоры, сравнения и подборки. Спасибо за внимание и до новых встреч!